Сверхметкий стрелок Афанасьев Никифор Самсонович стал зачинщиком снайперского движения в 97-й стрелковой дивизии. Как бывший охотник, стрелял он метко и, беспрерывно ведя охоту за немцами, очень быстро увеличивал счет поверженных врагов. Но ему этого казалось мало. Афанасьев взял себе учеников и, обучив их, приказал им также подготовить одного-двух метких стрелков. Тем самым Никифор Самсонович стал той искрой, из которой в дивизии разгорелось огромное пламя снайперского движения, которое, кстати, получило название Афанасьевское. Афанасьев Никифор Самсонович родился 28 июня 1910 года в селении Мухор-Тала в Бурятии. Как и любой сибиряк, живущий в таежной деревне, он с малых лет учился приемам охоты, терпению и хладнокровию. Его отец и дядя учили мальчика белковать, поднимать медведя на выстрел. И эта лесная наука очень пригодилась Афанасьеву на войне. Недаром из таких вот лесных охотников впоследствии получались отличные снайперы Великой Отечественной. Когда началась война, Никифору Самсоновичу был уже 31 год, и он не подлежал первоочередному призыву. Но все равно он написал заявление отправить его добровольцам и в сентябре ушел в Красную Армию. После курса молодого бойца его направили служить в новую, только что формирующуюся в Улан-Удэ, 456-ю стрелковую дивизию. Перед отправкой на фронт она стала 97-й стрелковой. Только сначала его зачислили далеко не снайпером, а ему выпала большая честь стать поваром в 136-м полку. В этой-то должности он и прибыл на фронт. Конечно, обидно было Сибиряку видеть, как его товарищи сражаются с ненавистным врагом, а он привязан к полевой кухне. «Приказ есть приказ», – вспоминал Афанасьев. «Взял я вместо винтовки черпак. Наш 136-й полк в 41-м году держал оборону на реке Жездре. Бои были трудные. Земляки мои чуть ли не каждый день били врага, а я его даже издали не видел. Варю щи да каши, кормлю ребят, а самому хочется переломить черпака колено да уйти на передовую». И однажды нервы Никифора не выдержали. Он подошел к командиру роты Гвоздеву и попросился на передовую. «Это мы, брат, так без каши останемся», – пошутил тот. «Немцы из тебя друшлаг сделают». Тут, конечно, красноармейц Афанасьев высказал все, что накипело на его душе. Но командир не обиделся, а лишь смерил взглядом Сибиряка и отпустил его пострелять. Было это 18 июня 1942 года. Довольный повар схватил винтовку и, прибежав в окопы, пополз в сторону передовой линии противника. Уже скоро охотничий инстинкт захватил его. Наконец-то он увидел тех, кто топчет своими захватническими сапогами просторы нашей Родины и которые должны убраться во своясе. Скинув винтовку, он взял на мушку вражеского солдата, раздался выстрел, и фашист скатился на дно окопа. Сразу его, конечно, после этого не сделали снайпером, но когда Афанасьев за короткий срок уничтожил четверых солдат вермахта, то тогда ему уже разрешили покинуть место повара и остаться на передовой. Быстро. Очень быстро стал расти счет поверженных врагов новоиспеченного снайпера. 16 сентября за ним уже числилось 105 убитых гитлеровцев и одна лошадь. Животное, конечно, жалко, но что поделать? Война есть война. Но сибиряк был неугомонным. Ему и этого казалось мало. Он взял себе в ученики нескольких уже проявивших себя стрелков и обратился в дивизионной газете с призывом «Не сидеть в глухой обороне, а постоянно и активно бить врага снайперским огнем». Во многих сердцах нашел отклик этот призыв, и снайперское движение в дивизии ожило и заборулило. Все большему количеству стрелков передавал свой опыт Афанасьев, а его ученики также взяли себе последователей. К концу 1942 года в дивизии уже насчитывалось несколько сотен снайперов, а десятки бойцов гордо называли себя Афанасьевцами. Пройдя его мудрую школу, они неустанно каждый день проникали в тылы противника, где уничтожали орудийные расчеты, связистов, артиллерийских наблюдателей и офицеров. Немцы, державшие оборону против 97-й дивизии, перестали чувствовать себя хозяевами жизни и ходить гордо в полный рост. Теперь они бегали, низко склонив свои головы, постоянно пугливо прятались и ползали по размокшей грязи. 12 ноября 1942 года советское информбюро сообщало, что снайперы Эннского соединения в течение месяца уничтожили 1947 немцев. Снайпер-товарищ Дроздов истребил 155, снайпер-товарищ Афанасьев 119 и снайпер-товарищ Весбердев 106 гитлеровцев. Как видно из этого сообщения, ученики уже даже стали превосходить своего учителя по количеству поверженных врагов. Осенью 1942 года Афанасьев Никифор Самсонович был награжден Орденом Красного Знамени, а перед самым Новым Годом получил очень необычную награду для советского солдата. Тогда в дивизию приехал лидер Монгольской Республики, маршал Харлагин Чой Балсан, и на построение вручил снайперу монгольский Орден Красного Знамени за воинскую доблесть. В феврале 1943 года 97-я дивизия предприняла серию ограниченных атак по владению плацдармами на западном берегу реки Жездры. К этому времени на счету снайпера Афанасьева числилось 202 поверженных врага, но всего за два дня боев, во время овладения и удержания высоты 226,6, Никифор Самсонович уничтожил еще 97 немцев, доведя свой личный счет до 299 человек. Это стало последней точкой в славной военной летописи героя. Нет, он не погиб, но во время боя за деревню Левадия, Калужской области, снайпер Афанасьев был тяжело ранен в грудь, ногу и руку, осколками разорвавшейся рядом мины. Его отправили в госпиталь, и после излечения на фронт он больше не вернулся. Советское командование решило по полной использовать опыт Никифора Самсоновича по обучению новых снайперов и отправило его на Забайкальский фронт, где он обучал сверхметкой стрельбе бойцов дальневосточников. 3 июня 1944 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецких захватчиков, а также за 299 уничтоженных противников и воспитание на фронте 17 новых снайперов, которые также убили 577 гитлеровцев, гвардии старшему сержанту Афанасьеву Никифору Самсоновичу было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. После войны герой был демобилизован и вернулся в Бурятию, где проживал в селе тогда и работал табунщиком в колхозе Курубинский. О герое также есть информация, что он за растрату колхозных денег был лишен звания Героя Советского Союза, но оно после было восстановлено по ходатайству однополчан, в котором было написано, что товарищ Афанасьев полностью искупил свою вину честным трудом. Сейчас именем Никифора Самсоновича названы две улицы в родном селе Мухортала и в селе Тегда. В последнем также был установлен бюст героя и на доме, где он проживал, повешена мемориальная доска.